Музыка Здесь находится моя мастерская, святая святых, и именно здесь проходит весь процесс создания новых работ. Работаю также над спектаклями, и ночами я здесь работаю, и днями. И для меня это место очень ценно и очень важно. Поэтому очень много что здесь я делаю своими собственными руками. Мастерская – то место, где каждый художник остается сам собой, где по каждому полотну, как по зеркалу, читается отражение внутренней мир художника. Это композиция, написанная еще во время учебы в институте в магистратуре. Татьяна Фадеева, домысливая ход событий, описанных в произведении, по поэме Алишера Новои «Смятение праведных», создала свою сюжетную линию. Я очень долго читала, очень долго выбирала произведение. Наверное, вот эта тема «Смятение праведных», оно… Каждый его прочтет и, наверное, найдет то, что ему близко. Это был цикл работ. Наверное, отчасти тоже это было на тот момент мое внутреннее состояние. То есть это поиск, поиск себя. Я в тот момент завершала свое обучение в магистратуре собственное. И, наверное, мне было очень важно, как я состоюсь в жизни, насколько я смогу пойти по этому довольно непростому творческому пути. И вот люди, которые идут, они слепые, но они ищут. Они ищут, они несут ребенка. То есть ребенок он видит. Это маленький малыш, который в состоянии им рассказать всю правду. Это место, где можно экспериментировать, создавать историю своих картин. Стирая старые, писать на них новые. Кажется труднообъяснимым, но это так. Особая техника, в которой пробует себя художник, придумана давно. В прямом смысле стирается старое полотно, далее автор придает ему новую жизнь. Оставшиеся краски есть основа новой работы. Говорят, что художник должен, как это говорить, работами своими. Но в данном случае работа не закончена, это простительно. Здесь вот это является дойрой, незавершенной. То есть такое колесо-дойра. И рука девушки, шея, ее голова и ее прическа. В процессе работы, да, здесь начнут проявляться детали. Они просто потянутся одна за другой. Но это все в процессе работы. Картина, которая завтра уже будет иметь свою историю, свое содержание. Правда, ее рождение совсем иное. Если же говорить о рождении художников Татьяне, то это совсем иная история. Детство прошло не в творческой атмосфере. Однако родители Наталья Николаевна и Валерий Владимирович всячески поддерживали начинание дочери. С шести лет она стала посещать ИЗО-студию. Тогда, еще будучи ребенком, она не совсем понимала, что хочет стать именно художником. Но где-то в глубине души уже формировалась личность, которая шла к своей реализации. Я думаю, что детство – это то время, когда формируется личность. И мне аж выяснили, скажу, что многое, что происходило в вашем детстве, оно сформировало в вас художника. Можете ли вы об этом заявить, что да, действительно, детство, оно в вашей жизни оказало какое-то влияние на то, чтобы вы сегодня стали именно художником и занимались творчеством? Дело в том, что у меня с детства не было другого выбора. С тех пор, как в год и шесть месяцев мне впервые мама с папой дали карандаш, я что-то нарисовала, и они решили, что я буду художником. Мама до сих пор рассказывает, что у меня получилась птичка. С тех пор, ну, мне это на самом деле очень нравилось. Я очень много рисовала, во многом меня поддерживали мои родители, которые изначально в меня очень сильно верили просто. Родители, они влияли, то есть они говорили, что доченька, ты должна стать художником, у тебя это неплохо получается. Или у вас уже зарождалась какая-то тяга? Это тяга, потому что мне мама рассказывает, что лет в пять она меня пыталась отправить погулять на улицу, так как все дети гуляют, и я должна была гулять, а я сидела и рисовала. Она мне говорила, ты Анечка, иди, погуляй, там дети все. Но мне было это очень интересно с детства. У меня не было никогда, передо мной не стоял никакого выбора, и всегда я как-то была уверена в том, что я правильно двигаюсь. В шесть лет меня мама стала готовить поступление в художественную школу. Видимо, настолько это было мое, что мне всегда везло на этом пути. То есть я поступила в школу, я в дальнейшем ее окончила, в художественную школу, и поступила в институт. Также легко на магистратуру в тот же институт. И, видимо, какие-то высшие силы мне просто помогают. Я думаю, что потому что я правильно двигаюсь. Я двигаюсь к тому, что мне на самом деле нравится. В вашей семье есть художники? Помимо вас. У меня мама очень любила рисовать, она не стала художником. То есть, не в основе с той семьей, в которой вы росли, художников не было. То есть, не было и людей, которые бы как-то направляли вас, да, что-то в чем-то корректировали. У меня в семье нет творческих людей. Они все творческие, но скорее по натуре, нежели по специальности. Первую, такую серьезную работу, в каком возрасте вы сделали и что это было? Очень интересный вопрос. Смотря что считать серьезной работой. Это была выставка, и я там получила второе место, если я не ошибаюсь, за работу, которую я сделала в третьем классе. Наверное, такая вот равная точка, наверное, вот эта. Раньше тоже, за что я получила аплодисменты в семье. Конечно, за каждую свою работу я получала аплодисменты. Вот, но одна для мамы моей такая реликвия, которую она свято хранит у себя в папке, где она собирает про меня весь материал. Это моя работа напечатали в газете. Винни-Пух с синим шариком бежит к пятачку. Черно-белая газета, черный Винни-Пух с черным шариком. И там было очень забавно описано, что вот Танечка Фадеева, красочно, так очень задорно и весело. А у меня там был черный Винни-Пух с черным шариком. Вот, наверное, это было, по-моему, за работу, которую я сделала лет в семь. Первый ваш учитель. Кто он был и каким образом он вложил в вас те знания? Мне очень везло с учителями и верой в меня, в моих преподавателей. Начиная с первого класса, даже со вступительных экзаменов в этот первый класс, меня заметила и потом вжила в свою группу Елена Ивановна, моя первая преподавательница. Она педагог от природы, и то, что она заложила, конечно, я несу в себе до сих пор, потому что это любовь к своей работе, любовь к детям, бесконечное терпение и бесконечная вера. Когда я поступала, готовилась к вступительным экзаменам, там была тема сказка. И дома месяц я разрабатывала в разных вариациях. Это практически у меня была целая раскадровка к сказке «Красная шапочка». Пошагово. Это длилось целый месяц. Это были такие предварительные эскизы, которые я должна была, один из них, повторить на экзаменах. И мама рассказывает, когда я вышла с экзамена, а как раз Елена Ивановна там была на приеме, она говорит, Танечка, а что ты нарисовала? А я говорю, 33 богатыря. Мама говорит, как, Таня, а мы с тобой же готовили «Красную шапочку». А у меня просто дело в том, что очень плохо я людей рисовала. У меня была проблема, и тут я 33 богатыря нарисовала. У меня была, конечно, мама в шоке. Но я на это ей сказала, мам, не переживай. Я троих нарисовала, остальные идут. И вот тогда, в тот момент Елена Ивановна вышла и сказала, не переживайте, у вашего ребенка все будет хорошо. Выпив немного кофе, рассуждает, что все в жизни взаимосвязано. И сегодня, благодаря тому, что когда-то ей помогли родители попробовать себя в образе живописца, она реализовала себя и считает, что важно давать свободу. Татьяна воспитывает сына, Арсений. Ему она дала ту самую свободу в выборе. Моя мама бывает строго, наверное, только в уборке дома. В остальном она мне дает полную свободу. И мама дает мне доверие, которое мне так нужно. И это мне как-то помогает по жизни развиваться самостоятельно. И если я делаю какие-то ошибки, она мне всегда может помочь, подсказать. Он учится на архитектора и совсем не планирует идти по стопам своей мамы. Гордится, что она прежде всего друг, который всегда поддержит. Когда мы поругаемся с мамой, мы не держим себе долго обиду. И бывает даже сразу на следующий день мы подходим, либо я подхожу, либо мама. И вот тут же налаживаемся. Она мне не говорит, как мне жить. Она мне дает выбор, чтобы я сам решал. И мне кажется, это правильно. Самый мой строгий критик, мой сын, он ходит на все мои спектакли. И если что-то ему не нравится, он мне про это говорит. Он причем дает очень грамотные советы, потому что, видимо, он в себя впитал. Мы очень спорим. Мы по-хорошему спорим. То есть я прислушиваюсь к его мнению, потому что он очень часто оказывается прав. Его мнение очень часто совпадает с мнением театральных критиков. Наверное, это нас и объединяет, любовь к театру. За окном всегда разное время года. Но художник пишет цветом. В ее картинах всегда солнце. Начата работа к выставке, приуроченной 8 марта. Это весна, которая всегда живет в ее мастерской. Я думаю, что я очень сильно пропитана среднеазиатским солнцем. Насквозь буквально и даже очень сложно переношу холод, отсутствие солнца. И хочется всегда в жизнь в свою нести вот это солнце. Это ощущение света, яркости, красок. Закончив Национальный институт художеств и дизайна имени Камалидина Бигзада, отделение театрального художника, она и по сей день работает сценографом. Постановки в Молодежном театре, Национальном театре, на сцене юного зрителя. Кстати, на неделе немецкого языка в Ташкенте Гетте-институт совместно с фундным форумом организовал ряд мероприятий. На концерте «Восток и Гендаль» Татьяна принимала непосредственное участие. По ее эскизам была сделана анимация. Ну и тесное сотрудничество со швейцарским бюро. Это лишь часть ее проектов. После магистратуры в ее жизни появилось и кино. Мультипликация – большой творческий опыт. В мультфильме режиссера Хачатурова «Арбуз» по сценарию Тули Хаджаева выступила в качестве художника. Сказка под названием «Арк» была одной из последних ее работ. Своеобразная свобода стиля определила и узнаваемость ее почерка. Анимация сам по себе очень довольно сложный процесс. Это очень увлекательно. Дело в том, что в анимации художника очень много свободы. Несет за собой, конечно, огромный груз ответственности. Когда меня привел практически еще студенткой на узбекфильм «Бабу Русмаилов», он мне сказал, что «Таня, независимо от результата, ты получишь огромный опыт». И, наверное, вот с этим я и вышла. Встреча с близкими по духу людьми – редкая возможность, в силу того, что всегда в работе. Говорить о себе – сложно, а вот друзья в этом случае всегда помогут. Первые впечатления от увиденных мной ее работ – потрясающий тонкий график, огромное женское начало во всех ее работах и искренность. Самое главное для художника, наверное, это все-таки искренность и правдивость перед самой. Вот то, что она умеет делать. С Таней просто комфортно работать, очень комфортно. Говорят, что художник и искусствовед – два разных берега одной реки. Один создает, другой критикует, анализирует. Но бывает и так, что в этом рождается и дружба. Такая вот профессиональная наша совместная работа в дальнейшем вылилась в такую хорошую, крепкую дружбу. И я рада, что мы с ней познакомились. В принципе, мы знакомы были еще с институтских времен, так скажем, со студенческих. Но вот именно такое тесное общение и дружеское общение, оно случилось после наших совместных работ, ее участия в Дворце творчества молодежи. То есть когда мы уже приглашали на наши выставки, в наши проекты. И вообще я хочу сказать, что Таня является активным участником всех-всех наших выставок, таких сборных, будь то выставки молодых художниц, посвященных 8 марта, либо это республиканский фестиваль «Новкрон из Бекистон», где она, кстати, была в 2010 году, стала победителем номинации «Лучший концептуальный проект». Это также было приятно и не только как лично для меня, а вообще для всего нашего дворца, поскольку она вот такая вот одна из ярких и, скажем так, всегда из тех людей, из тех художников, которых во Дворце творчества молодежи всегда рады видеть. Персональная выставка графических работ была неким откровением того, что писалось для себя, как зарисовки. Впоследствии, что неизбежно для каждого художника, была увидена зрителям. Вскоре работа над проектом «Об Ова», обозначающий с самого начала. Здесь она – куратор выставки. Это был настоящий союз творческих людей. Возникла новая тема. Каждый понимал ее по-своему – начало пути дружбы мира. Вы знаете, мне бы хотелось вам показать одну из очень приятных, неожиданных наград. Это статуэтка, данная лауреату фестиваля традиционного и современного искусства «Навкерон-Узбекистон» за лучший концептуальный проект года. Награда именно за этот проект, который был представлен в «Навкерон-Узбекистон-2010». Это очень хороший фестиваль, и он может дать веру в себя тем, кто участвует, получает призы, или тем, кто просто участвует, получает удовольствие от участия. Самое главное – это вера в себя. Очень нужно поддержать молодых художников, потому что я сама прошла это все, прохожу. Сомнения. Сомнения. А нужно? А кому нужно? А зачем нужно? Что я делаю? Правильно ли я двигаюсь? Вот, наверное, студентам, молодым художникам очень важно дать понять, что они движутся в нужном направлении. Татьяна Фадеева продолжает писать и обучать. Уже пять лет она у СТОС. После магистратуры осталось работать в институте. Давалось нелегко. Выработала свою методику. Все получилось. Сегодня художник уже дописывает свою картину, которая станет подарком для всех женщин. Ну а пока за окном разное время года она рисует весном. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...